Ганс Христиан Андерсон, Оли Лукои, суббота. — А сегодня будешь рассказывать? — спросил Ельмар, как только Оли Лукои уложил его в постель. — Сегодня некогда, — ответил Оли и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев. Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головой. — Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир, — продолжал Оли. — Завтра праздник, воскресенье. Мне надо влезть на колокольню, чтобы проверить работу церковных домовых, которые должны вычистить колокола. А не то они завтра будут плохо звонить. Потом пойду в поле, посмотреть, смахнул ли ветер по из травы и листьев. А уж потом наступит время и для самой трудной работы. Придется снять с неба и почистить все звездочки. Я их собираю в свой передник и при этом нумерую каждую звездочку и дырочку, в которой она сидела, чтобы потом разместить их все по местам. Не то они будут плохо держаться и покатятся с неба одна за другой. — Послушайте-ка вы, господин Оли Лукои, — проговорил вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Ельмара и очень признателен вам за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его представление. Снимать с неба звезды и чистить их невозможно. Звезды такие же светила, как наша Земля. Тем-то они и хороши. — Спасибо тебе, прадедушка, — отозвался Оли Лукои. — Спасибо. Ты глава семьи, наш родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старший язычник. Древние римляне и греки считали меня богом сновидений. Я бывал в знатнейших домах и теперь туда вхож и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам. И Оля Лукои ушел, сунув зонтики под мышку. — Ну уж нельзя и мнение своего высказать! — проворчал старый портрет. Тут Ельмар проснулся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!